Лёш, Лёша, проснись. Света, ты чего? Ты чего одета? Ты куда ночь же? Мне пора выходить, моя станция. Какая станция? Мы же дома. Это ты дома, а мне пора выходить. Я тебя всегда помнить буду. И ты меня помни. Обещай. Ну, я обещаю. Свет. Светочка, Свет, ты куда? Свет, подожди, я обещаю, я тебя буду помнить. Свет, ты только не уходи. Света, Света, Свет! Свет, Свет, ну не уходи, Свет. Света, Свет, не уходи. Свет, 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 Свет. Девушки отдыхают Здравствуй, Алексей. Возьми пшено для кур. Вот вы какая. Какая? Ну, я вас как-то по-другому представлял. А вы знаете, вы... Ну, вы вот как моя бабушка, у неё тоже куры были, огород. Ты зерно корм бросай. Да зачем приехал, говори. А то видел, сколько ещё людей у меня ждёт. Да. Людей много. Я хорошо, время тогда терять не буду. Я проводник. Я проводник, работаю на поездах, обслуживаю пассажиров. Ну, представляете себе. Вижу, работу свою ты любишь. Ценят тебя. А вот семьи у тебя нет. Ну, родители-то у меня ещё давно умерли. Братьев, сестёр нет. А женщина... Ну, не встретил я пока ещё ту самую. Хотя нет. Нет, напротив, встретил, но потерял. Да, вижу, только ночь вы вместе были. Ну, я, честно говоря, вообще не понимаю, как это у нас так получилось. А потом она сошла на своей станции. Городок небольшой, Аткарск. Ну, и ничего не оставила. Ни номер телефона, ни адреса. Я только знаю, что её зовут Света. Света Комарова. Ну, я, честно говоря, и сам-то не особо собирался её искать вначале. Ну, подумал, так, дорожное приключение. Можно было. Можно было бы взять билет. По билету узнать номер паспорта. По паспорту уже адрес. Ну, я сам не стал. Теперь она снится мне постоянно. Я без неё не могу. Если бы я её раньше искал, то да. А так, мы же документы все сдаём. Ну, а это ехать куда-то нужно, узнавать. А кто ж мне такую информацию-то выдаст? Поэтому у меня одна надежда. На вас. Помогите, пожалуйста, Светлану найти. Ну, что ж. В дороге знакомится примета хорошая. Изменения в жизни такие знакомства сулят. Обычно к лучшему. Так, и что делать? Езжай в этот город, в Аткарск. Там найдёшь парк городской. Он один. На нём аллея. Лавочек на ней много. На этой аллее, вижу я, встретишь ты свою Светлану. Десятого числа этого месяца. Десятого? Десятого через неделю. А во сколько? Во сколько, не скажу. Вижу только, что после полудня. Это всё. Спасибо. Спасибо вам. В назначенный день Алексей приехал в Аткарск. Он нашёл парк. Ещё до полудня он был на аллее, про которую говорила бабушка. Но прошло уже почти пять часов, а Светланы всё не было. Света. Привет, помнишь меня? Ты ехала в моём вагоне, и мы с тобой... Конечно, Алёша. А что ты делаешь в моём городе? Насколько я помню, ты далеко живёшь. Ну, после нашей встречи я всё время думал о тебе и никак не мог забыть, и поэтому я решил тебя найти. Ха, вот так вот запросто найти человека в незнакомом городе? Ну, если человек действительно чего-то хочет, то он преодолеет все трудности и добьётся своего. А я очень хотел тебя увидеть и никогда больше не терять. Ну, вот это неожиданно. А ты уже где-то остановился? Я... Нет, знаешь, я ведь сегодня утром только приехал. Ну, тогда пойдём ко мне, не сидеть же здесь, и решим, что дальше делать. Алексей чувствовал себя немного скованно. Ему казалось, что Светлана не рада ему. Вот здесь я и живу. Не хорома, конечно, но меня всё устраивает. Ну, что, очень уютно, видно, что всё со вкусом сделано. Ну, ничего. Всё равно никто не придёт и лучше не сделает. Света, скажи, а ты не рада, что я к тебе приехал? Почему рада? Просто... Просто это как-то всё неожиданно для меня. Да ладно, говори как есть. Приехал, вторгся в твою личную жизнь. Знаешь, наверное, зря я тебя искал. Ну, спасибо, что не выгнал, я, наверное, лучше пойду. Ты... Ты приехал, чтобы мне это сказать? Всего один поцелуй. Вот зачем я сюда приехал. Я сам от тебя уйти не смогу. Если хочешь, прогони. Я хочу, чтобы ты всегда была со мной. Знаешь, я тоже не могла тебя забыть эту ночь в поезде. Она даже снилась мне много раз. Но я почему-то решила, что таких, как я, у тебя много. Запомни. Ты у меня такая одна-единственная, и других никогда не было. Я себе никогда ничего подобного на работе не позволял. А как тебя увидел, сразу голову снесло. Правда? Конечно. Ты моя любимая женщина. Я никогда и никуда тебе не позволю исчезнуть. Прошла неделя. Алексей и Светлана жили вместе и были счастливы. Свет, я знаешь, что подумал? Надо тебе работу в моем городе подыскать. Не, ну, на самом деле, мы же с тобой не можем в разных городах жить. Конечно, не можем. Только я этой фирме полжизни отдала. И бухгалтерия вся на мне. И вообще, не так-то просто на новом месте работу найти. Ну, я согласен, Даня, просто. Знаешь, я тоже так к железной дороге прикипел. Я себе в другом месте просто не представляю. Ну, может, тогда оставим, пока все как есть. А дальше посмотрим. Я хочу, чтобы мы с тобой официально оформили наши отношения. Потом детишки пойдут, ты в декрет выйдешь в вод. И пока в декрете будешь, мы тебе как раз работу в моем городе и подыщем. Как ты все замечательно придумал. А вдруг я за тебя замуж не пойду? Не пойдешь? Алексей был уверен, что ему удастся уговорить Светлану переехать к нему. Светочка, случилось что? Мама серьезно заболела. Надо к ней срочно ехать. Слушай, я-то чем могу помочь? О, а давай вместе к ней поедем, а? Да нет, не надо. Она тебя не знает, раз нервничается. Я сама съезжу, я ненадолго, я дней на десять. Ну, ты пока здесь у меня поживи. Тут недалеко речка есть, мужики рыбачат. Ты с ними порыбачи, время быстрее пролетит. Ну, ладно. Если так, то буду ждать тебя здесь. Ну, а что, у меня отпуск до сих пор продолжается. Вот, на рыбалку я давно хотел выбраться, а тут хоть на рыбачить на много лет вперед. Ну, да. Только деревня, там, где моя мама живет, глухая совсем. Там один магазин и все. И сотовая связь не ловит. Так что, ты мне не звони. Не дозвонишься. Света. Света, я буду скучать. Я тоже очень буду скучать. Ну, ты маму вылечи и приезжай поскорее. Хорошо. Так, давай завтракать и буду собираться. Прошло два дня. Светлана уехала к матери в деревню. А Алексей пристрастился каждый день рано утром ходить рыбачить на реку. Вы в этом доме живете, да? Я? Нет, я здесь не живу вообще-то. Гощу, а что? А вы не знаете, случайно, Светлану Кумарову? Она в этом подъезде живет. А то я к ней приехала, а ее дома нет. Стою тут уже полдня. Вроде в воскресенье дома должна быть. Куда подевалась? Вот как. Вы знаете, я как раз у Светланы-то и Гощу. Да, у нее мать просто заболела, вот она к ней в деревню и поехала. Ясно. А вы вообще кем ей приходитесь? Вы что-то много вопросов мне задаете. Вы сами-то кто? Ну, вообще-то я сестра Светы. Знаете, мне Света просто о вас ничего не говорила. Ну, а я Алексей, жених. Рита. Ну что, жених, так и будем здесь стоять? Может, домой пустишь? А то я с самого утра здесь стою, устала. Да, конечно. Проходи. Значит, мать опять Светку вызвонила? Ага. Она у нее серьезно заболела. Ой, знаю я ее, болячки. И вот даже не волнуюсь. Она каждый год как картошку копать больную прикидывается. Она и мне звонила, но я-то ее уловки знаю и не поехала. А Светка, она мягкая, переживает всегда за мать. Вот и копает ей картошку каждый год. Так что пока Светка весь огород ей не перекопает, мать не выздоровеет. И как у вас, серьезно все со Светкой? Ну, я что, шутник по-твоему? Я же тебе говорю, я ее жених. И что, прям предложение с кольцом уже сделал? Ну, положим, до этого пока не дошло, но все впереди. Ясно. И давно вы знакомы? Ну, как сказать давно? Ну, вообще мы в поезде познакомились, я проводником работаю. Хорошая у тебя зарплата? Не жалуйся, на жизнь хватает. Ясно. И сколько вы уже встречаетесь? Слушай, ты что такая любопытная? Да не любопытная я, я за сестру переживаю. Встречаемся мы почти неделю. Неделю? Неделю. И Светка чужого человека в дом пустила? И мне ничего не сказала, вот дает. Вообще так бывает. Любовь с первого взгляда. Да не верю я в такую любовь. Послушай, Рит, Света взрослый человек, мы сами с ней разберемся. Да пожалуйста. Я пока тоже тут поживу. Что, ну не ехать же мне обратно. Я в поселке за городом живу, а сюда по делам приехала. Думала, у Светы остановлюсь. Не виновата же, что ее дома нет. Все, 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 хорошо, живи. Я что, против, что ли? Алексей был озадачен появлением сестры Светланы, но ему ничего не оставалось делать, кроме как принять гостью и попытаться наладить с ней отношения. Прошло еще три дня. Каждое утро Алексей ходил на рыбалку, а вечера проводил с Ритой за телевизором. Они быстро подружились. Рита! Рита, ты что здесь делаешь? Разбудила? Извини. Мне такой сон страшный приснился, я теперь боюсь одна спать. Можно я с тобой лягу? Со мной? Ну, я же тебе не помешаю. Мне правда очень страшно. Ну, ложись. А можешь меня обнять? Рит, мне кажется, это уже лишнее. Ты либо ложись и спи, либо иди к себе. Ну, что ты такой строгий? Рита, прекрати. Да ладно тебе, никто ничего не узнает. Рита, уйди. Ну что, я тебе совсем не нравлюсь? Ты мне вот сразу понравился. Нет, ты знаешь, ты очень красивая девушка, но люблю-то я Свету. А я разве запрещаю ее любить? Она мне о чем не догадается. Я, представляете, Свете изменил. Сам не понимаю, как так произошло с ее сестрой, с Ритой. Выбери любой камень. Рита не сестра Светланы. Нет у нее сестер. Подождите, как не сестра? А кто? А никто. Вижу, обмана вокруг тебя много. Это всегда так бывает. Когда впереди Свет, то тьма сначала. Вижу, выбор тебе предстоит между женщинами. Каждая твоей может быть. Но с одной счастье тебя ждет, а другая только горечь принесет. Правильно сможешь поступить и счастье не потерять, только если сердце свое слушать будешь, а не обиду. Понял? Да вроде понял. Слушать сердце, а не обиду. Ну хорошо, я постараюсь. На следующий день Алексей решил поговорить с Ритой и выяснить, кто же она. Но поговорить они не успели. Ты кто? Светка где? Подождите, ты сам-то кто? Я-то муж Светин. А ты что здесь делаешь? Ой, Игорек, привет. Привет. Это что здесь происходит? Где жена моя? А Светка к матери поехала. Я как раз в магазин собираюсь. Пойдем со мной, заодно все и расскажу по дороге. Да какой магазин? Я устал. Я только с рейса спать хочу. Мы быстро пойдем. Ну пойдем. Рита и Игорь вернулись через час. Игорь отправился в душ, а Рита решила пока все рассказать Алексею. Да хотелось бы знать, что здесь вообще происходит. Честно сказать, я запутался уже. Да ты не первый такой. Светка часто с мужиками знакомится, пока Игорь в рейсе. Но ты не переживай, чтобы скандала не было, я Игорю сказала, что ты мой жених. Но ты запомни, что счастья с моей сестрой у тебя не будет. Она очень ветренная и легкомысленная. А я другая, я верная. А почему я вообще должен тебе верить? Ты же меня уже один раз обманула? В чем я тебя обманула? Ну как? Ты сказала, что ты Светина сестра. А я точно знаю, что это не так. А ты об этом? Ну да, не сестра. По крови не сестра. Родители Светы удочерили меня, когда я совсем малышкой была. И воспитали как родную. Поэтому я Свету сестрой считаю. Ну а кто она? Мне сестра и есть. О, хорошо. Рик. Ну я тебя поздравляю. Наконец-то нормального мужика нашла. А то все какие-то неформалы. Игорь. Ну а что, так и есть. А ты-то кем работаешь? Я? А я проводник на железной дороге. Вот как раз на днях уезжаю. Ну значит почти коллеги. Я дальнобойщик. Сегодня ночью в рейс. Пойду вздремну немного. Давай. Давай. Надоело. Да ты не злись. Давай я дочищу. Леша. Я понимаю, что ты очень расстроен. Света. Ты на меня-то не сердись. Ты меня тоже пойми. Я же не могла тебе всю правду вот так сразу рассказать. Сестра все-таки. Да я все понимаю. Вот так вот бабушка обманывала меня Светлана. Замужем она. Да и жена плохая. Муж своему изменяет, как только он в рейс. Знаете, я сам таких жен знаю. У меня на работе они встречаются. Как только муж за порог, она сразу чужого мужика к себе в квартиру. А я так не хочу. Вот Рита. Вот Рита, она другая. Она мне нравится. Да, конечно, еще о любви речи не идет, но... Ну, у меня уже возраст. Семью надо. А Рита, она верная. Вижу, и Рита, и Светлана любят тебя. Но пока они не встретятся, ты от Светланы не уезжай и Риту не оставляй. Ясно? Ну, Светлана завтра приехать должна. Ну что ж, хорошо, я дождусь ее, если вы так советуете. Светлана должна была приехать с минуты на минуту. Алексей решил послушать совета бабушки и дождаться ее. Что ты решила? Рита не хотела встречаться с сестрой, поэтому Алексей схитрил. С кем хочешь быть? Со Светой? Ну, тогда тебе придется ее семью разрушить. А Игорь ее очень любит. Или со мной останешься? Если со мной, я за тобой хоть на край света поеду. Рита. Рита, ну не дави, а. Ну, я еще ничего не решил. А я вещи тоже собрала. Поеду. А Светку дожидаться не буду. Видеть ее не хочу. Как знаешь. Но только ведь... Только ведь света же не скоро придет. Слушай. Рит, а сделай мне бутербродик с колбаской, а? Хорошо, а тебе с собой? Ну, знаешь, давай с собой и здесь чаю попью. Рита. Что ты тут делаешь? И давно ты у меня хозяйничаешь? Как много вопросов. Так случайно вышло. Да и какая теперь разница? Мы с Лешей уезжаем. В смысле уезжаете? Может, объясните мне, что здесь происходит? Света, ну а что тут объяснять-то? Мне Рита все про тебя рассказала. Что это? Девка могла обо мне рассказать? Светочка, ну почему же девка, а? Почему же девка? Это же все-таки родной человек. Сестра, да, пусть и не по крови. Тебе действительно интересно, что она мне о тебе рассказала? Ну, например, что у тебя есть, оказывается, муж. Кстати, я с ним познакомился, он приезжал. Но ты не волнуйся. Рита ему сказала, что я ее жених, чтобы тебя прикрыть. Знаешь что, ты, если хочешь, ты своему мужу можешь дальше рога наставлять. Пожалуйста. Но только вот я такой образ жизни не приемлю, и я уезжаю. Мы уезжаем. Вот так сестра доигралась. Пойдем отсюда, Леша. Ничего себе, спектакль вы меня тут разыграли. Лешенька, а тебе неинтересно узнать, что у меня нет и не было никакого мужа? И Лита никакая у меня не сестра. Ни по крови, ни без крови. Деревенская соседка. Моя матери. Услышала, наверное, как мы об Алексее в огороде разговариваем. И решила у меня жениха отбить. Она всегда была сволочью. Еще со школы. Вы тут пока разбирайтесь, я пошла. А ну-ка, стой! Ты что? Ты что, получается, все это придумала, что ли? Да. Да, я все придумала. Я услышала, как Светка матери хвалилась, что с таким замечательным парнем познакомилась. Вот и решила съездить да посмотреть на него. Потому что мне хорошие парни не встречаются. Когда увидела тебя, поняла, почему она так тобой восхищалась. И сама в тебя сразу влюбилась. И решила, что ты любой ценой будешь моим. Ты понимаешь, что ты наделала? Уходите, а муж-то у меня откуда здесь взялся? А я своему приятелю Игорьку позвонила. И попросила его мне подыграть. Игорь любит приколы. Вот и согласился, расстарался как мог. А Леша сразу ему поверил. Да какая теперь разница, Леш? Ты же меня теперь любишь, не Светку, правда? Я за тобой на край света поеду. Свет, а ты, ты готова со мной поехать? Ты еще спрашиваешь? Я теперь с тобой ни на что не готова. Ты такой же кобель, как все мужики. Пошли вон отсюда. Свет, подожди, ты должна меня понять. Пошли вон отсюда. Алексей не стал жить с Ритой. Через неделю он вернулся к Светлане, и она простила его. Рита навсегда исчезла из их жизни. Светлана все-таки послушалась уговоров Алексея и ищет работу в его городе. Скоро они собираются пожениться. Бабушка говорит, что знакомство в дороге – хорошая примета. Часто они несут перемены в жизни.